Окупанты уже неоднократно показывали свое настоящее лицо Они пытают и убивают гражданских, да еще и наслаждаются этим Однако некоторые еще думают, что такой жестокости подвержены лишь отдельные слои российской армии К примеру, кадыровцы К ним мы вернемся позже, а пока поговорим о другом На самом деле, многие обычные россияне также поддерживают эти зверства Прекрасное доказательство этому вот этот вот 22-летний россиянин Он не прочь поехать в Украину, потому что там можно убивать просто так Думает, что наказание за это не последует, да еще и деньги платят Во-первых, это очень здорово, служить по контракту Ну и во-вторых, вы можете спокойно убивать людей При том, при этом, что вы воюете за свою Россию Вам никто это ничего не сделает, не посадят вас Ну и большой плюс в том, что можно на СОО ловить, допустим, вот, как их нам называют, нацисты И также можно над ними издеваться, ставить на колени, отрезать Это очень хорошо, это даже придает как-то усилие, как-то, не знаю, гордость тебе, что ли Ну то есть он не прочь в общем убивать и пытать Ему это даже нравится А еще, похоже, он живет в пузырьке и не знает, что за какие-либо действия придется отвечать И это уже не говоря о вероятных издевательствах в российской армии Это, кстати, любимое дело тех же кадыровцев В сети постоянно появляются сообщения о систематических побоях и издевательствах оккупантов со стороны Ахматчая И вот сейчас появилось очередное такое подтверждение Кадыровцы чуть не убили российского военного Произошло это в Мелитополе А в центре событий был любимец Кадырова, командир батальона «Восток Ахмат» в Ахахамбулатов с позывным «Азхаб» Началось все с того, что оккупант остановил конвой для проверки документов Однако на письме, где разрешен въезд, не было срока действия Дальше лучше просто смотреть Как думаете, кадыровцы оставили в покое военного Или после инцидента продолжили с ним разговор Пишите свои мысли в комментариях А еще ставьте лайки Обязательно подписывайтесь на канал У нас интересно Семья Гринкевичем наконец-то воссоединилась, по крайней мере, сын с отцом Раман Гринкевич, объявленный в розыск, наконец-то задержан Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин Хочу сообщить важную новость Все помнят недавнее резонансное дело, в котором львовскому бизнесмену и его соучастникам было извещено про подозрение относительно поставок некачественной одежды для ЗСУ на 1 миллиард гривен Четверо были задержаны, а пятого сегодня утром задержали в городе Одесса По данным следствия, подозреваемый выехал в город Одесса ориентировочно 17 января И с тех пор готовился пересечь государственную границу Однако был задержан сотрудниками ДБР Фамилия, имя Отец Гринкевич Роман Игорь Дата рождения 23.06.195 В интернете сразу же отреагировали и создали невероятную коллекцию мемчиков В ДБР отметили, что сегодня задержанный будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения По предварительной информации, бенефицар трех предприятий создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами Ее участники заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку военной одежды для нужд вооруженных сил Украины Согласно проведенным экспертизам, в результате поставки некачественной одежды государству в лице Минобороны нанесли ущерб на сумму более 934 миллиона гривен Участникам преступной организации инкриминируют завладение чужим имуществом путем мошенничества в условиях военного положения Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы А как вы думаете, чем закончится это дело? Напишите свои мысли в комментариях, не забудьте подписаться, поставить лайк и помните, команда Украины сегодня работает для вас В Одесской области СБУ задержала тиктокера, который оправдывал атаку России на Харьков В Одессе содержан местный блогер, разместивший в тикток собственное видео, в котором оправдывал воздушную атаку РФ на Харьков 2 января этого года По ударам по Харьков, смотрите, это разжигание конфликта В этот день оккупанты ударили по городу российскими ракетами типа «Искандер», что привело к большому количеству погибших и раненых местных жителей Несмотря на это, Фигурант пытался отбелить военное преступление захватчиков перед 12-тысячной аудиторией своих подписчиков Евгений Левченко уверял, что Россия не бьет по гражданскому населению, что это все фейки Украины, ведь на самом деле пострадали только военные На самом деле ракет было несколько, одна из них прилетела в район возле Газпрома и Мединститута по гражданским домам Потому что украинские СМИ, средства массовой идиотизации, они говорят, что Россия как будто был упашен по военным объектам и вообще по военным И они сказали, что в отеле Харьков там были только гражданские, мирные люди Но это вранье, потому что я был в Харькове в этом отеле и в отеле другом, забыл как называется, на Палаце Спорта Этот фейк в тот же день вышел в эфир Рост ТВ, откуда его подхватили пропагандистские информресурсы А российская армия не воюет с женщинами, детьми и стариками и наносит удары исключительно по военным объектам Как в случае с гостиницей в том же Харькове, там по данным Минобороны жили иностранные наемники и украинские военные Заявление Киева о том, что там якобы только туристы, опровергают сами украинцы И они сказали, что в отеле Харьков были только гражданские, мирные люди Но это вранье Пока фигуранту сообщено о подозрении по части 2, статье 436.2 Уголовного кодекса Украины Ему грозит до 8 лет тюрьмы Россияне пожаловались Шойгу на потери и нарушили всякую субординацию Украинские защитники продолжают расширять плацдарм на левом берегу Херсонской области Россияне в районе Крынок оказались в чрезвычайно затруднительном положении Поэтому они решили обратиться непосредственно к главе российского Минобороны Сергею Шойгу В то же время как для ВСУ, так и для оккупантов это направление остается критически важным Поэтому россияне пожаловались на затруднительное положение и раскритиковали свое руководство Мы находимся здесь со 2 августа 2023 года Сейчас 20 января 2024 года За эти без малого 7 месяцев не было ни одного выходного, ни одной ротации Со 2 августа мы находимся под постоянным артобстрелом из всех калибров С применением кассетных боеприпасов и фосфорных бомб В небе куча вражеских дронов, обычных разведчиков, дронов со сбросами и камикадзой 14 октября, когда хохлы прорвались на наш берег, артобстрелы и давление дронами усилилось в разы Российское командование отказывается признавать свой провал в этом направлении Поэтому дела оккупантов, которые там находятся, очень плохи По их словам, большое количество их братьев по оружию покинули населенный пункт Крынки Либо ранеными, либо мертвыми В частности, значительная часть умирает еще во время эвакуации по дороге домой Россияне жалуются, что моральная усталость войск под Крынками растет с каждым днем Многие наши братья по оружию покинули населенный пункт Крынки в числе 300-х А кому не повезло 200-х Многие раненые из-за долгой эвакуации умирали Мы не бросаем позиции, но моральная усталость растет с каждым днем Они также жалуются, что Российское командование не производит ротацию людей Не отпускает их в заслуженные отпуска Не обеспечивает захватчиков зимним снаряжением Однако наше командование не проводит ротацию людей Не отпускает нас в заслуженные отпуска Не обеспечивает нас зимним обмундированием Генераторы покупаются нами за свои деньги Продукты и бензин привозят в минимальном объеме. Из-за этого приходится идти в магазин, который находится за 7,5 километров от нашего места дислокации. Дорога в магазин пристрелена хохлами. И некоторые из нас умирают по пути из магазина. Нас не обеспечивают бутилированной водой. Зимой также стала банальная проблема с баней. По поводу выплат денежного удовольствия очень много вопросов. Никому из нас не выплатили боевые за декабрь. Также не выплачиваются суточные за участие в активных боевых действиях. А это новый перехват от ГУР. Военные России рассказывают жене о десятках убитых, которых никто не вывозит из позиций. А также о сливах украинским военным информации о наступлениях. Пожили, ***, уже 60 человек у нас от нашей полки. Возле ДОТа, ***, лежат 60 человек. До сих пор не вытянуто. А я, ***, вытянуто, ***, разведка Ползова. И датчики стоят на ***, на движении. Говорят, срабатывает пища. Так что, ***, без вести пропавшие, короче. Оказывается, у нас, ***, в штабе, там, на нуле, которые сидят. Так, то, что у нас полови, ***, некоторые, ***, что сдавали, ***, за бабло, ***, позиции, ***, это ***, хохлам. Короче, в штабе, ***, три человека сдают, все, все данные, ***, когда скоро мы будем, все на свете. Ну что там у вас с СВО, все по плану? Или уже что-то не так? Ну что ж, вот такие новости. Вы пока подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Для нас это очень важно.